Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами мыльная пена с последними новостями и сплетнями мыльного мира. Во-первых, мы хотим сообщить вам, что Шакира, любимая певица Миллиона, родила второго сына. Рожала она в той же самой барселонской клинике, что и первого ребенка Миллиона. Для большей приватности был снят целый этаж в здании. Итак, операция по кесарево сечению прошла благополучно. Ребенок и мама здоровые. Но пока мы не знаем точно, как счастливые родители сына назвали. Надеемся, все же, что более консервативно, чем первого ребенка. Хотя некоторые источники уже пишут, что его назвали Саша или Саша. Ну, что, имя как имя. Интересно, что Милан родился 22 января, а его брат 29. Ну, а чему тут удивляться, родители и сами не подкачали. Оба родились 2 февраля. Ну, что, значительная экономия на вечеринках по случаю дня рождения. Не прошло и полгода, как Марк Татчер и Сесилия Голиану решили дать своим отношениям второй шанс. Вы помните, что в ноябре прошлого года они решили разорвать свои отношения, не объясняя при этом никаких причин. А вот теперь, как-то очень удачно, все эти перетрубации совпали со съемками новеллы, в которой Марк играет главную роль. Поэтому никак не можем отделаться от впечатления, что это всего лишь, ну, как бы так сказать, подготовительный пиар. Ну, может быть, мы, конечно, и ошибаемся. Хотя, зная внутреннюю телевизорскую кухню, практически уверены в том, что пара просто подогревала интерес к будущему шедевру и вообще не думала расходиться. Что подтверждают наши такие, так сказать, мысли по этому поводу? Это вот история, которая случилась с Кристианом Мейером и Ариадни Диаси. По всем социальным сетям латинским распространились фотографии, где Кристиан целуется с Ариадни. И вот, наконец, Кристиан решил объясниться по этому поводу. Он сказал, что никаких отношений у них нет. А для того это они сделали, что их просто попросили для того, чтобы в соцсетях привлечь внимание к сериалу «Лама» и «Кирида», у которой рейтинг был не ахти какой, и оправдать информацию об альтернативном финале. Ничего личного, просто пиар. Ну, как мы и говорили. Кстати, Крис выиграл вяло текущий процесс по делу об алиментах у своей бывшей жены Марисоля Гирры. Вот сколько мы себя помним, столько они и судятся. Он и без того оплачивает образование в университете для своего старшего сына, платит ежемесячно пенсию и младшим дочерям и жене, оплачивает детские медицинские страховки. Поэтому суд решил, что Марисоль тоже пора поучаствовать деньгами в процессе воспитания детей. Кроме того, она сама, педняшка, будет оплачивать свою медицинскую страховку. Вот так вот. Ну, вообще, конечно, негодейский негодяй этот мир, потому что не взял жену на полное обеспечение. Вообще нехорошо. У Нинель Конде жизнь бьет ключом. Впрочем, как всегда, сначала появились слухи о том, что отец ее сына Эммануэля, Джованни Медина, не особенно хочет с ней жить и даже изменять ей с какими-то девицами. Ну, вот все может быть. Во-вторых, пресса стала очень интересоваться, а что же случилось с ее знаменитыми ягодицами. Такое ощущение, что они находятся не на прежнем месте, а чуть-чуть съехали. Ну, кто-то говорит, что это просто отсутствие упражнений, а кто-то язвит, что пора бы уже поспешать и на ремонт. Тем более, что гарантия на ремонтные работы у Нинель еще есть. А в-третьих, Джованни Медина объявил награду за информацию о местонахождении бывшего мужа Нинель, Хуана Сипеды, размером, хорошо сидите, в 1 миллион песо. Хуан обвиняется в краже подписанного Нинель чистого чека. Смысл в том, что в такой чек можно писать любую сумму. Очень неудобно, не правда ли? Ну, вообще непонятно совершенно, почему Нинель такими бумажками разбрасывается. С подписью, со своей. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у сеньора Сипеда вообще солидный багаж обвинений и в мошенничестве, и в воровстве, и во всяких разных там финансовых махинациях, и тому подобное, и тому подобное. Одно время он даже успел посидеть в тюрьме по обвинению в мошенничестве. Похлопал своими глазками и сказал, что вы знаете, я никому ничего не должен, а тому, кому я должен, я всем все прощаю, потому что у меня нет ни копейки. Ну, в тюрьме он как бы задержался только на породкое время, потому что Нинель дала ему денег, и он расплатился со своими кредиторами. Кроме того, денег-то у него на этот момент никаких не было, поэтому супруге пришлось вложиться. Также он подозревался еще и в двоеженстве. Обнаружилась дама, которая уверяла, что он с ней не развелся, а женился на Нинель. Нинель после развода обвиняла его в воровстве денег, в количестве нескольких миллионов песо, которые она потом и кровью зарабатывала, не говоря уже о тех деньгах, которые он просто тупо растратил. Ну, чудный мужик, не так ли? Ну, и вот, и теперь нынешний друг Нинель Джованни Медина просит найти этого хорошего человека, где бы он ни находился. Ну, еще одна новость криминальная. Пойман еще один подозреваемый в убийстве Моники Спир и ее мужа. Этого человека зовут Херардо Хосе Контрера Сальварес, ему 19 лет, и именно он был организатором нападения на машину Моники. Он прожил почти год по подложным документам, но полиции удалось выйти на его след и его арестовать. Ну, скорее всего, его сдали его собственные подельники, может быть, им что-то пообещали, какие-то послабления, может быть, срок скостить, может быть, еще что-то. Ну, в общем, с тем и знаем, как полицейские это делать умеют. Но, тем не менее, нам разницы никакой нет, как они этого добились. Главное, что справедливость восторжествовала спустя год после этого кошмарного преступления. И последняя новость у нас на сегодня, такая забавная довольно. Поговаривают, что Габи Спино после расставания с женой Карлосом Канеллой имеет очень серьезного претендента на ее руку и сердце. Это венесуэльский бизнесмен Эдуардо Капрелес. Чем он знаменит? Ну, тем, что он двоюродный брат кандидата на президентский пост в Венесуэле Энрике Капрелеса. Габи пока это все не комментирует, просто помещает эти фотографии в Инстаграме. Ну, тем более, что ей сейчас будет не до этого. У нее грядет работа в совместной новелле с Педро Фернандесом, который, как вы помните, перешел на теле Муда. Но это пока только слухи. Но люди, знающие, уже потирают руками, потирают, так сказать, руки, извините за ошибку, и предрекают новые припадки ревности у жены Педро. Ну, помним, как он уходил в телевизор. Жена приревновала его к Марджори де Соусе. А теперь ей предстоят очень веселые денючки, потому что у Габи тоже не очень хорошая слава. У нее были романы практически со всеми актерами, с которыми она играла в одной новелле. Так что будет весело. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok